Еще раз здравствуйте дорогие телезрители, в эфире все еще программа Доброе утро и я ее ведущая Мария Рипала. Продолжаем обсуждать непростую тему, тему алиментов, а поподробнее разобраться в этом нам поможет судебный пристав исполнитель, старший лейтенант внутренней службы Людмила Чучаева. Людмила, здравствуйте, доброе утро, спасибо, что сегодня пришли к нам, чтобы продолжить эту непростую тему. Здравствуйте, ну сегодня, наверное, первый наш вопрос будет такой, должен ли я сообщить судебному приставу о новом месте работы? Должник, лицо, которое должно оплачивать алименты, обязано в трехдневный срок дать информацию своему судебному приставу исполнителю, который занимается исполнительным производством его отношений, обязательно в трехдневный срок о новом месте работы, о том, что он уволился. Не только о месте работы, а о любых новых передвижениях. То есть, если он уволился, если он переехал, новое место жительства так же. Если он не предоставляет эту информацию, в его отношении составляется административный протокол. То есть, это не сказал так, ну и что, что не сказал, это так не сомневается. В трехдневный срок. Также организация, где он работал, тоже должна предоставить, направлять судебному приставу исполнителю, взыскателю, уведомление о том, что должник уже уволился и у них не работает. Взыскатель тоже должен знать, должна быть уведомлена о том, что алименты к ней не будут с этой организацией поступать. Давайте еще затронем, наверное, такую тему, как человек работает неофициально. Что делается с его долгом? Если должник, который должен оплачивать алименты, смотря какой размер взыскания алиментов присуждено судом. Если твердая денежная сумма, тогда он обязан выплачивать алименты в твердой денежной сумме, независимо от доходов. Работает он официально, не работает, получает пенсию, не получает. Он обязан эту сумму оплачивать. Если же размер алиментов идет, исходя в долевой части, исходя из его заработка или иного дохода, если он официально не имеет дохода для направления постановления на удержание заработной платы, тогда размер задолженности по алиментам рассчитывается, исходя из среднемесячной заработной платы по Российской Федерации. Если ему дается на руки судебным приставам и исполнителям направление, чтобы он обратился в Центр занятости населения по поиску работы, если он туда не обращается, если он два и более месяцев после возбуждения исполнительного производства не платит алименты, тогда в отношении должника по алиментам, у кого уже имеется задолженность по алиментам, составляется административный протокол по 5.35 часть 1 КУАП РФ. Протокол судебного пристава-исполнителя рассматривается судом, это приводная статья, судебный пристав-исполнитель составляет протокол, с должником является, приводит должника в суд, судья рассматривает, выносит постановление, санкции данной статьи предусматривают до 150 часов принудительные, обязательные работы, если человек не может работать, то есть имеет инвалидность, не может, а также обязательные работы, вторая категория это административный арест от 10 до 15 суток, если человек не может не работать, не отсидеть в связи с тем, что он, например, имеет инвалидность, тогда к нему применяется санкция штраф, административный штраф. А возможно ли освободить лицо от уплаты за должности? От освобождения от уплаты за должности по алиментам, так как судебный пристав-исполнитель это исполнительный орган, не в компетенции судебного пристава-исполнителя, должник обращается с исковым заявлением в суд, но для того, чтобы судья рассмотрела и вынесли решение об освобождении от уплаты алиментов или же о неустойке за неуплату алиментов, то есть за освобождением от неустойки, то у него должно быть основание, например, он имел большой доход, оттуда удерживались, и он потерял работу. Или же у него на иждивении новые несовершеннолетние дети, то есть он второй раз женился, и у него появились дети, и он не может содержать ребенка от первого брака, и последующих детей от нового брака одинаково. Дальше, что он должен доказать, что у него изменились положения, чтобы ему уменьшили или освободили от задолженности. Но у нас на практике не было, чтобы должник обращался, и его освободили от суммы задолженности или от выплаты неустойки за неуплату алиментов. Неоднократно были обращения, у нас должники обращались, получали постановление о расчете задолженности для дальнейшего обращения в суд, но положительного ответа не получали. Даже если должник обращается, не согласен с размером алиментов, даже если должник обращается в суд за изменением размера алиментов и об освобождении от задолженности по алиментам, ему был, ну, на примере были случаи, что ему частично удовлетворяли, уменьшали размер алиментов, но отказывали в части освобождения от уплата алиментов. Ну вот, это про задолженность, то, что все, его освободили, к примеру. А вот в каких случаях обязательные алименты прекращаются, не говоря о задолженности? Прекращение ежемесячных платежей, если в связи со смертью должника, человека, который обязан оплачивать алименты, в связи со смертью взыскателя, человек, который получает алименты, в связи с усыновлением ребенка, официальным усыновлением, на содержание которого выплачиваются алименты, в таких случаях алименты прекращаются. Смотрите, ну вот если, к примеру, возьмем, да, вот произошло такое горе, мать умерла, отец не обязан выплачивать ли алименты опекуна? Опекун обращается уже, подает исковое на, подает на алименты и уже по новому решению. Вот так. Еще бы хотелось очень рассмотреть такую тему, как элементы на детей, у которых есть определенные степени инвалидности. Что, увеличиваются ли элементы или как? Те мамочки, у кого, к сожалению, имеются дети и инвалиды, они обращаются в суд о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Также там идет решение суда о взыскании не ежемесячных алиментов до совершеннолетия, а о взыскании расходов на содержание ребенка-инвалида до выздоровления. Инвалидность у детей тоже же бывает разной степени. Например, инвалид детства, приобретенная инвалидность, там те, которые должны пройти освидетельствование и продлевать свою инвалидность, там вот идет до выздоровления. На практике у нас есть исполнительное производство о взыскании, одновременно о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и о взыскании расходов на содержание ребенка-инвалида. То есть это отдельные, да, у нас? Да, да, да. Там даже получается предмет исполнения, получается, не ежемесячные алименты, а расходы на содержание ребенка. Там тоже применяются другие санкции. Привлечь к административной и к уголовной ответственности там это уже не применяется. Эти санкции применяются по категории взысканий алиментных платежей. Ежемесячных? Ежемесячных. В основном на содержание ребенка-инвалида получается вносится решение о взыскании в твердой денежной сумме. Вот размер алиментов вносится в твердой денежной сумме. Это кратно величине прожиточного минимума для детей в Карачаево-Черкесской республике с последующей индексацией. Какой сейчас у нас прожиточный минимум для деток? В Карачаево-Черкесской республике за 2024 год установлена величина прожиточного минимума для детей в размере 14 182 рубля. Ну и вот продолжая тему нашей республики, сколько должников у нас? В Карачаево-Черкесской республике на исполнении находятся исполнительные производства взысканий алиментов. Более тысячи исполнительных производств. По статистике вот немножко в этом году их больше, чем в прошлом? Меняется ли статистика из года в год? Статистика, конечно, меняется больше к лучшему, конечно. Но алиментные платежи – это категория, когда взыскал судебный пристав исполнитель сумму и окончил производство, сдал в архив. А алиментные платежи – это периодические платежи, которые длятся до совершеннолетия ребенка. Например, если должник, который обязан уплачивать алименты, работает, судебный пристав направляет на удержание заработной платы. Если задолженность менее 10 тысяч, исполнительное производство оканчивается и передается в архив. Если должник увольняется, исполнительное производство возобновляется, и все исполнительные действия в его отношении возобновляются. Отлично. Вот и еще одна наша программа, наверное, подошла к концу. Сегодняшний объем вопросов мы с вами обсудили, узнали. Нашим телезрителям наверняка очень полезно. Вот мамочки, возможно, которые до сих пор не решались подать на алименты, или у них были какие-то вопросы, наша программа им очень помогла. Спасибо вам большое. До скорых встреч, получается. Всего доброго.